МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под мелодию кофе и прямого эфира Просыпаются мысли о спасении мира. БЛИЦ ГАФМ. Разбуди вдохновение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ишкар-Алак из Мадемьянской Юрина вошли в тройку самых посещаемых туристических мест республики. Таковы данные регионального комитета по туризму. И хотя 2014 год, так же, как и туристический сезон, в Мариел еще не завершился, как показывает статистика, наплыв туристов и экскурсантов нынче куда больше, чем в прошлом году. Подробности в нашем материале. Туристические маршруты по Мариел в этом небольшом турагентстве стали разрабатывать еще два года назад. Сейчас их уже около 20, включая экскурсии по Ишкар-Але, Юрина, Казмодемьянску, Сернурскому району. Только в сентябре подсчитали в агентстве путешествия по Мариел предпочли около 70 клиентов. Естественно, надежность любой турфирмы – это расширение направлений. Возможность расширять линейку внутреннего туризма позволяет только в том случае, если строятся новые объекты, чем мы можем похвалиться в нашей республике. Сейчас на территории Мариел функционирует шесть региональных туроператоров. Вскоре к этой работе может подключиться еще одна компания. По данным Республиканского комитета по туризму, с начала года и до конца лета в Мариел посетили более 300 тысяч туристов, включая экскурсантов. Турпоток в целом по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился. Однако, если в Ишкар-Але туристов нынче стало больше, то в Казмодемьянске в этом году из-за обмеления Волги их наоборот не досчитались. Это ощутили на себе многие регионы данную проблему. Об этом стало известно еще в апреле. Аномально низкий приток воды в Рыбинской и Горьковской водохранилища сделал непроходным городецкие шлюзы. И многим крупнейшим компаниям круизным пришлось менять маршруты, какие-то наполнения данных маршрутов и менять график движения, что стало, конечно, проблемой большой. Но мы можем констатировать тот факт, что коллеги из соседних регионов нам рассказывали о том, что подходят теплоходы, стоят автобусы, садят туристов, экскурсантов и везут в Мариэл, в город Вишкар-Алу. Нам было это приятно. Впрочем, наплыв экскурсионных групп, Вишкар-Алу обнажил другую пикантную проблему – нехватку общественных туалетов. Если на Патриаршей площади гостей города выручает расположенный вблизи супермаркет, то, к примеру, на посещаемой туристами площади республики туалета в одном кафе недостаточно. Новым местом общественного пользования вскоре должны стать подземные туалеты, строительство которых идет полным ходом в районе Архангельской Слободы. Улучшить туристическую инфраструктуру, в том числе и в Вишкар-Але, в перспективе должно помочь участие нашего региона в федеральной целевой программе по развитию туризма. В этом году Мариэл впервые презентовала сразу два инвестиционных проекта, предусматривающие создание туристско-рекреационных кластеров. Царьград – это в Вишкар-Але, и Волгода – это побережье Волги. Общий объем инвестиций, привлекаемых в рамках создания кластеров, составит более 4 миллиардов рублей. Это средства инвесторов, а также республиканского и федерального бюджетов. Мы выиграли федеральный конкурс по созданию туристической зоны и рассчитываем получить грант в 500 миллионов рублей. И получается, что нам, если этот грант дадут, то мы, получив федеральные деньги, сделаем улицу Кирова, улицу Петрова, бульвар, продолжим, да, проспект Ураева, и многие-многие там бульварчики и улочки, которые внутри этого проекта. Вот, пожалуйста, один из проектов, на который мы рассчитываем. Если они не дадут федеральный грант или его растянут на несколько лет, то все равно мы начнем строительство вот этих дорог на следующий год. Тем временем в новом здании, что на набережной Амстердам, куда переехал Республиканский комитет по туризму, пытаются и дальше развивать туристическую сферу. На региональной экспертизе сейчас находятся проекты о грантах в области внутреннего и въездного туризма, об аккредитации экскурсоводов, гидов, а также о паспортизации туристских маршрутов и регистрации экскурсий Республики Мариел. Редактор субтитров А.Семкин